Нагорают блокировочки, мешавшие открытию анахаты, доверию, впусканию доверия в свою жизнь, впусканию любви в свою жизнь. Я в прошлый раз заснула вот с таким пламенем, но там прям рисунки в пламени были. Последнее, что я помню, я засыпаю, зарисовала их в тетрадке, там, где я пишу курс. Такое живое пламя. Какой-то пушок прилетел. В детстве мы говорили, что сообщение или письмо придет. Я сегодня умудрилась выйти, не взяв спички. В кармане был коробок, оказалось, он полупустой. Три-четыре спички было. И вот мы так здорово все-таки прожгли. Я думала, придется все убирать и идти за спичками. Это просто чудо. Как бы мне в глаз не попало соль, было бы лучше, конечно. Это я упорно ищу хики, мерзкий алмаз. Хотя можно это сделать и позже. Просто давно же мне в глаз ничего не стреляло. Надо найти, чтобы стрелькло. Вспоминать какие-то травмы, блоки, обиды. Недопонимание, непонимание, неоцененность, брошенность, предательство, измены, коварство, воровство, все что угодно. Вот пусть он сгорает в огне. Такое дело, что рано или поздно этот огонь догорит. Значит, и эту проблему можно сжечь. Это не вечный огонь. Газом он здесь не подкреплен. То есть он догорит. Вот можно сейчас прямо со всей дури. Вот то, с чем давно возишься, никак не уходит. Но вложите в огонь прямо. Я буду ковырять тут палочкой, а вы туда закидывайте. Закидывайте вот туда, в эти вот места, где дымится. И мы вместе посмотрим, если не... О, смотрите, какой цитрин нашла. Если камера не вырубится, то вы тоже увидите, как это сгорит. До свидос. В этом мире все возможно, если захотите. Какие-то старые представления. Не везет в любви. Что такое любовь, допустим, не знаю. Или то, что в детстве или в сказке услышал. Какие-то мамины модели, папины, детские модели. Какие-то представления, которые, оказалось, в жизни вообще не работают. Но в детстве я запомнила это. И вот вынь доположь мне именно вот это. И жили они долго и счастливо. А как не важно. Ну, в общем, вот это вот все. Да пусть оно сгорает. Допустим, оно затухает уже здесь в огне. Пусть появятся новые знания. Может быть, новые люди, которые принесут эти знания. Новые идеи. Кому надо новые партнерства. Пусть это все приходит. И вот так вот налегке, на новом. Не надо бояться нового. Новый – это самый лучший друг. Мы сюда пришли. Каждый день у нас новый, неповторяющийся. А если они повторяются, кажется, что нет ничего, нет перемен. Мы называем это днем сурка. Это типа мучения и самое ужасное. Когда все без перемен. Когда вот эта бытовая обыденность, все замирает, не развивается. И как бы мы ни стремились к стабильности, это внутреннее не ограничение, а самообман. На самом деле, когда нам дают эту стабильность, нам становится страшно. Либо мы там спиваемся, ищем какие-то допинги, чтобы уйти с реальности. Потому что стабильность для нас равна смерти. Вот где мы стабильны, это в гробу. Тело там точно не рыпается. А дух уже ушел. Стабильность – это ужасный враг человека, на самом деле. О, видите как? И он сгорел. Так, сейчас я попробую все-таки еще свечи на наполнение зажечь.